ДТФ Война бесконечности заканчивается самым душераздирающим образом. Танос одерживает сокрушительную победу над Мстителями и одним щелчком пальцев уничтожает половину живых существ во Вселенной. Просыпаются в пепел не только люди, но и супергерои. Доктор Стрэндж, Человек-паук, оставшиеся Стражи Галактики, кроме Енота, Черная Пантера, Зимний Солдат и Алая Ведьма. Впрочем, даже самые наивные зрители понимают, что все эти герои не исчезли навсегда. Хотя бы потому, что Доктор Стрэндж 2, Стражи Галактики 3 и сиквел Возвращение домой давно решенное дело. Это значит, что оставшиеся Мстители должны найти способ обратить содеянное. Но каким образом они этого достигнут? К сожалению, мы узнаем об этом только через год. До выхода Мстителей 4 Марвел не выпустит ни одного фильма, действие которого происходит после Войны Бесконечности. Единственное, что мы можем сказать с почти полной уверенностью, Доктор Стрэндж не дал Таносу убить Железного Человека и пожертвовал собой, потому что такое развитие событий — это и есть тот самый уникальный шанс одержать победу, которую он увидел, когда прочитал 14 миллионов различных сценариев будущего. Соответственно, мы можем предположить, что Тони Старк — один из ключей к спасению мира. Впрочем, не только он. Важна и сама уверенность Таноса в том, что все кончено. Не стоит забывать и про трех героев, которых в Войне Бесконечности не было, о Соколином Глазе, Человеке-Муравье и Капитане Марвел. Имея все эти вводные, можно предположить, как будут развиваться события в второй половине Войны Бесконечности. Вот 8 потенциальных особенностей, которые могут нас ждать. Первое. Классические Мстители соберутся вновь. Многие зрители обращают внимание на тех персонажей, которых Танос убил, но немногие думают о том, кто остался. По странному стечению обстоятельств, злодейская кара не задела классический состав первых Мстителей 2012 года. Будет странно, если Марвел не использует этот факт в промо-компании следующей Войны Бесконечности. Разве есть более изящный способ завершить эпоху, чем послать классических героев в последний бой? Тем более, что именно у этих актеров подходят к концу контракты. А Крис Эванс и вовсе заявил, что распрощается с Марвел Юниверс в 2019 году. Само собой, в Мстителях 4 будут и другие персонажи, вроде Ракеты и Человека-Муравья. Но первородные Мстители вполне могут получить какое-то особенное задание. Или хотя бы собраться вместе, ради одной битвы. В следующем фильме «Отцы лежат из семей». Концовка Войны Бесконечности очень похожа на завязку знаменитого сериала Leftovers. Там тоже с земли бесследно исчезает часть человечества. Только не 50%, а 2%. У Марвел есть все шансы использовать приемы из сериала, чтобы добавить драматизму Мстителям 4. Недаром за кадром Войне Бесконечности остались два персонажа с сериями. Человек-Муравей и Соколиный глаз. Очевидно, что действия фильма «Человек-Муравей» и «Оса» происходят до атаки Таноса. Так что столкнуться с горечью потерь Скотт Лэнг может либо в финале, либо в послетитровой сцене своего сольника. То же самое касается и Соколиного глаза. Даже в противостоянии сценаристы не упустили возможности напомнить зрителям о его семье. Не значит ли это, что нас готовили к будущему исчезновению детей и жены Клинта Бартона? Возможно, время будет перемотано. Самый очевидный вариант спасения Человека-Паука и других героев, погибших в Войне Бесконечности, обратная перемотка времени во всей вселенной. Для этого Мстителям придется найти Таноса и отобрать у него Камни Бесконечности. Это будет немного проще, так как щелчок в финале Войны Бесконечности повредил перчатку злодея. А Мстители наверняка пойдут в бой уже с подкреплением в лице Капитана Марвел. Сама по себе сломанная перчатка создает дополнительные возможности для развития сюжета. Вероятно, Мстителям даже придется выковать новую, ведь космической кузни, которой ранее воспользовался Тор, для этого есть все необходимое. Возможно, души вернутся обратно. В финале Войны Бесконечности Танос на самом деле никого не убивает, а попросту заключает души половины жителей вселенной внутри Камня Души. Они оказываются в параллельном мире, который называется Soul World или Мир Души. В таком случае Мстители 4 могут пойти сразу по нескольким интересным сценариям. Первый. Старый состав Мстителей во главе с Капитаном Марвел отбирает у Таноса перчатку и спасает всех заточенных в Камне Души. Но Девайс по какой-то причине оказывается уничтоженным. Это означает конец для Локи и других героев, которых злодей убил собственноручно. При таком раскладе во втором фильме окончательная смерть может ждать любого из выживших Мстителей, даже Капитана Америка и Железного Человека. Возможно, у нас появится новый злодей. В Войне Бесконечности Небула ведет себя довольно глупо, слепо следуя своим эмоциям, но это не значит, что она вдруг стала слабой. Мимоходом нам сообщают, что за кадром роботизированная девушка едва не убила Таноса. Злодей явно потерял бдительность после успеха своей затеи, так что Небула вполне может закончить начатое и завладеть Перчаткой Бесконечности. И это значит, что Мстителям, возможно, придется сразиться уже с ней, а не с ее отцом. Это могло быть довольно интересным развитием событий, но Марвел вряд ли пойдет на нечто подобное. Студия не посвятила бы Таносу целый фильм, чтобы в последний момент сменить одного злодея на другого. Да еще и менее интересно. Возможно, Человек-Муравей и Оса всех спасут. Человек-Муравей и Оса – первый фильм Марвел, который выйдет после Войны Бесконечности. Если судить по трейлерам, его события происходят до вторжения Таноса. Но это не значит, что студия вдруг убрала такого важного героя за скобки. Технологии Хэнка Пимов вполне могут стать одним из способов одолеть злодея. Тем более, что сиквел будет посвящен раскрытию понятия квантового пространства, того самого, где Человек-Муравей чуть не потерялся, спасая свою дочь. Согласно сюжету первого фильма, на межатомном уровне понятия времени и пространства перестают действовать, так что оно может стать ключом к победе. Впрочем, квантовое пространство может стать ключом не только к управлению пространством и временем, но и к параллельным мирам, о которых студия даже может снять отдельные фильмы. А что если Морг снова в деле? В начале противостояния Тони Старк знакомит студентов с системой под названием BARF – Binary Augmented Retroframing. В русском даближе «Морг» она позволяет превратить любое воспоминание в интерактивную сцену. Фанаты наверняка забыли бы про BARF, если бы эта аббревиатура не была замечена на съемочной площадке «Мстители 4». Судя по доступным кадрам, Тони Старк и Человек-Муравей используют эту систему, чтобы освежить свои воспоминания о битве в Нью-Йорке, где они встречают и Капитана Америка в старом одеянии и без бороды. Но зачем им это могло понадобиться? Можно предположить, что для победы над Таносом Старку придется изучить все предыдущие стычки «Мстителей» с ним, в том числе и косвенные. Впрочем, теория с BARF дает намного больше вопросов, чем ответов. Скажем, если Капитан Америка на площадке – это воспоминание, то почему у него на руке точно такой же браслет, как у остальных героев? И почему волосы Тони стали светлее, чем в «Войне бесконечности»? И последняя догадка – «Мстители навсегда». Еще до премьеры «Войны бесконечности» глава Marvel Кевин Файги заявил, что настоящее название «Мстители 4» объявит достаточно поздно, потому что оно само по себе является спойлером. Один из таких вариантов – Avengers Forever – «Мстители навсегда». Если фильм действительно так называется, то студия, вероятно, взаимствует несколько приемов из одноименной серии комиксов, выходившей в 90-е. Если события будут развиваться по такому сценарию, то финальная битва с Таносом может затянуться не во времени, а во временах. В этой серии комиксов команда «Мстителей» состоит из героев не только разных рас и цивилизаций, но и разных времен. Это значит, что Железный Человек вполне может призвать к себе на помощь Капитана Америки с 2012 года, что заодно объяснит странные кадры со съемок, но не объясняет, куда делся бородатый Стив Роджерс. Впрочем, такой сценарий все же маловероятен. Для него во вселенной MCU не хватает героев. Да и трудно представить, в какую кашу превратятся «Мстители 4», если погоня за Таносом будет происходить в разных эпохах. Существует популярная теория о том, что следующий фильм будет продолжать пересказ комикса «Инфинити Гоунд Лед», где «Мстителям» после поражения придется облететь всю вселенную, чтобы собрать новую команду, способную одолеть Таноса. Их лидером как раз может стать Тони Старк, жизнь которого ради этого спас Доктор Стрэндж. Но тогда у Marvel получится свой аналог «Лига справедливости» с кучей новых персонажей, а это явно так себе затея. К тому же, информации о кастинге дополнительных актеров в сеть до сих пор не попало. Так что вряд ли Marvel станет внезапно вводить неизвестных персонажей, вроде Адама Уорлока, которого мельком затезрили в конце Вторых Стражей Галактики. На сегодня это все наши догадки относительно будущего «Мстителей». А вы поделитесь своими в комментариях под видео. Также подпишитесь на канал, потому что тут выходит много классных видосов. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok